Девушки отдыхают Человек, который слишком много знал, кто стоит за гибелью медиамагната Роберта Максвелла. Что делать, если в открытом космосе чешется нос? Один в городе. Зачем американец купил заброшенный шахтерский поселок? И для чего австралийцы, отправляясь на пляж, надевают колготки? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американский дизайнер Том Браун представил, пожалуй, самый элегантный в мире гидрокостюм. Теперь серфингисты даже на доске смогут выглядеть как на красной ковровой дорожке. Правда, придется выложить почти 4000 долларов. Серфингисты шутят, что наденут такой костюм только ради свидания с русалочкой. Впрочем, есть на планете места, где изобретение Брауна точно оценят. Взять хотя бы пляжи австралийского штата Квинсленд. Они считаются не только самыми красивыми, но и самыми опасными на планете. Почему в местные воды нельзя заходить без одежды? И что за жуткий монстр обитает на северном побережье Австралии? Прозрачное море, ласковое солнце и белоснежный песок. Побережье австралийского штата Квинсленд – настоящий райский уголок. Но мало кто знает, что на пляжах страны Кенгуру очень строгий дресс-код, нарушение которого может стоить отдыхающим жизни. В начале 50-х годов на побережье Северной Австралии произошла череда непонятных мистических событий. Погибали и взрослые, и дети. Погибали и простые отдыхающие. Погибали и профессиональные дайверы. И никто длительное время не мог понять, в чем причина этих нелепых смертей. Над этой тайной безуспешно бились и полицейские, и медики. Люди просто заходили в воду и падали замертво. Удалось выжить лишь нескольким. Они рассказали, что внезапно почувствовали невыносимую боль во всем теле. Те счастливчики, которые все-таки доплывали до берега, все равно испытывали сильное головокружение, тошноту, рвоту и иногда впадали в кому. Но что именно вызывало у купальщиков внезапные приступы, так и оставалось загадкой. Судмедэксперты не находили у погибших никаких признаков насильственной смерти. Местные аборигены придумали даже легенду о существовании некого морского дьявола, который убивал людей за грехи. Люди более цивилизованные стали называть это некой морской осон, каким-то страшным животным, которое мгновенно жалит, если человек вторгается в ее водные просторы. Обнаружить загадочного морского убийцу удалось австралийскому биологу Хьюго Флекеру. В 1955 году ученый отдыхал на пляже Северного Квинсленда. Неожиданно на его глазах маленький мальчик, который играл на мелководье, упал замертво. Флекер бросился к ребенку, но было поздно. Эта трагедия потрясла Флекера. Ученый решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Чтобы вычислить невидимого убийцу, он решил изучить прибрежных морских обитателей и взять пробы воды. Из воды, так сказать, из сборов различных организмов, которые там были обнаружены, было обнаружено несколько видов неизвестных на тот момент видов медуз. Оказалось, что Флекер обнаружил самую ядовитую медузу на планете. Биолог назвал ее морской осой. Но благодаря своей смертоносной силе очень скоро она получила новое прозвище – «рука смерти». Тело медузы почти полностью прозрачное. Именно поэтому ее так долго не могли обнаружить. Яда всего одной особи достаточно, чтобы за три минуты убить 60 человек. Увеличивается проницаемость клеточных мембран, которые начинают в кровь, так сказать, выбрасывать большое количество калия. И, соответственно, повышение концентрации калия приводит, собственно говоря, к нарушению работы сердечно-сосудистых систем, в том числе сердца. Да, так сказать, может отказать сердце. Во время своего расследования Флекер изучил пробы воды из акватории Квинсленда под микроскопом и обнаружил еще одного крайне опасного морского обитателя. Размер крошечной медузы Ируканджи всего 25 миллиметров, но ее яд в сто раз сильнее, чем у кобры. Название, которое произошло действительно по названию местного племени австралийских аборигенов, при поражении возникает так называемый синдром Ируканджи, то есть это определенное, так сказать, токсикологическое проявление, вот, так сказать, симптоматическое проявление, связанное, там, с головными болями, там, боль в спине, там, диареи, рвоты. О влиянии яда медузы Ируканджи на организм человека научный мир узнал благодаря доктору Джеку Барнску. Он проверил действия токсина на себе. Он под присмотром своего, там, сына, там, и спасателя, да, так сказать, взял мелкую вот эту, собственно говоря, кубомедузу, сам себя ужалил, да, так сказать, и пронаблюдал, так сказать, зафиксировал все, как бы, вот, проявления всех симптомов, которые, так сказать, он испытывал в результате этого курса. Ну, дальше, соответственно, его отправили в больницу. После сенсационных открытий Флекера австралийские ученые попытались защитить купальщиков от самой опасной медузы в мире. Удивительно, но спастись от нападения руки смерти помогают обыкновенные колготки. Дальнейшие исследования медузы показали, что ее щупальцы анализируют поверхность, к которой она прикасается. И анализируя как раз-таки поверхность капрона, медуза понимает, что это неживая ткань и не выбрасывает смертоносный яд. Таким образом, было изобретено банальное средство защиты от этого страшного существа. А для пляжных модниц, которые не желают купаться в колготках, дизайнеры ежегодно разрабатывают стильные противомедузные костюмы из специальной эластичной ткани. Несколько лет назад ученые из Сиднейского университета открыли противоядие, которое может спасти жизнь жертвам морской осы. Но оно эффективно только в том случае, если его нанести на кожу не позднее 15 минут после укуса. Так что купальные костюмы и колготки по-прежнему считаются лучшей защитой от нападения медуз. Американский спецназ получит на вооружение новую снайперскую винтовку Марк-22. Ее главная особенность — мультикалиберность. Оружие можно будет использовать под 7 разных калибров в зависимости от цели. Заменить ствол винтовки под тот или иной патрон стрелок сможет прямо на поле боя. Для этого понадобится всего один специальный ключ. Американские военные эксперты назвали Марк-22 потрясающим оружием — легким, дальнобойным и высокоточным. Какие винтовки снайперы считают лучшими в мире? И чем удивили специалистов новейшие российские разработки снайперского вооружения? На этих кадрах американские снайперы соревнуются в стрельбе из новой винтовки Марк-22 «Барретт». Именно она должна поступить на вооружение спецназа США. Расстояние до цели — тысяча ярдов, почти километр. Четыре выстрела из пяти в яблочко. Но военные выбрали это оружие не только за точность. Одно из главных преимуществ этой винтовки — высокая убойная сила. Это калибр 12,7 мм, очень мощный дальнобойный калибр, предназначенный для поражения материальных объектов, то есть для уничтожения легкобронированной техники и повреждения материальных объектов противника. Отсюда исследует, что к ней нет требований очень высокой точности и кучности, потому что все эти объекты — это отнюдь не мишень, не солдат противника, а это что-то большое. С километровой дистанции пуля, выпущенная из этой винтовки, насквозь прошивает стальной лист толщиной полтора сантиметра. Американские военные утверждают, что из этого оружия можно даже сбить вертолет. По словам бывшего спецназовца Карла Эриксона, отдача при выстреле минимальна, благодаря плавающему стволу и амортизационным пружинам. Разработчики винтовки продумали все до мелочей. От многочисленных регулировок приклада до настройки спускового крючка. Здесь можно регулировать спусковой механизм в зависимости от усилия, которое применяет стрелок при нажатии. Винтовка Марк-22 модульная. Снайпер может выбрать нужный калибр в зависимости от цели. Достаточно просто поменять ствол. Вся процедура занимает пару минут. Но у такой сборной конструкции есть и недостатки. Потому что все, что прикручивается там на один-два винта, это не держится прям супернадежно, крепко и стабильно. Какие-то песчинки, соринки, попавшие при смене ствола, особенно в условиях не лабораторных, а в условиях уличных, могут привести к совмещению с ТП, соответственно, склонению точки пристрелки и вообще надежности винтовки. У Марк-22 есть конкуренты, которые ни в чем не уступают, а по некоторым параметрам даже превосходят это оружие. По мнению военных экспертов, в топ-10 лучших снайперских систем мира входят 4 российские винтовки, 3 американские, 2 британские и 1 немецкая. Новейшую отечественную модель Осирис Т-5000 специалисты называют одной из самых точных. А стоит она дешевле зарубежных конкурентов. Если оружие обеспечивает скучность менее угловой минуты, как принято считать в мире, это значит снайперское оружие. Наше оружие, к примеру, обеспечивает полугловые минуты и меньше. То есть это в два раза лучше, чем, допустим, тот же Барретт. На этих кадрах американский снайпер выцеливает позиции террористов на границе Афганистана и Пакистана. Расстояние до цели более километра. Военные конфликты последних лет стали ареной для двух снайперских рекордов. В 2009 году в афганской провинции Гельмент британский капрал Крейг Харрисон уничтожил двух боевиков с расстояния 2475 метров. Рекорд британца продержался 8 лет. Его побил канадский снайпер, который в Ираке поразил боевика с дистанции 3540 метров. То, что касается рекордов, нельзя к этому относиться как к стабильно предсказуемой дистанции, на которую нормально работает эта оружейная система и стрелок. Чаще всего, в том числе и в военных условиях, рекордные выстрелы – это выстрелы случайные, которые сами стрелки подтверждают, могли получиться, а могли не получиться. Абсолютный снайперский рекорд на стрельбище установил Андрей Рябинский. Россиянин поразил цель с расстояния 4210 метров. До мишени пуля летела 13 секунд. Чтобы попасть с такой дистанции, недостаточно просто хорошей винтовки с мощной оптикой. Ведь даже легкий боковой ветер может изменить траекторию пули. Нужна целая команда корректировщиков и масса дополнительного оборудования. Я вообще наблюдаю, что последние лет 5-7 идет очень сильное внедрение электроники в эту стрельбу. Есть компьютер, который дальномер передает по блютузу данные о расстоянии, о направлении стрельбы. Метеостанция передает информацию о давлении, влажности, направлении и силе ветра. Калькулятор-то все обсчитывает, позволяет вносить поправку. Рябинский установил свой рекорд с отечественной винтовкой «Сумрак». Ее разработал конструктор Владислав Лобаев. Значит, винтовка — это К-14, СВЛК-14 «Сумрак». На ней, по сути дела, мы отрабатываем всю баллистику крупных калибров. Специально для рекордного выстрела винтовку модернизировали. После достижения Рябинского авторитетное британское издание назвало «Сумрак» оружием, меняющим правила игры. Хотя сами производители считают, что в этой винтовке нет ничего сверхъестественного. Собственно, по винтовке, по самой, здесь классическая винтовка. Никаких каких-то специальных приморчиков для ней нет. За исключением того, что коробка выполнена максимально жесткой. Она однозарядная, здесь нет магазина. Это в угоду жесткости всего изделия, скажем так. Сегодня конструкторы «Сумрака» работают над снайперской системой нового поколения. Винтовка DXL-5 будет поражать цель на расстоянии до 7 километров. Для этого пуля должна лететь с гиперзвуковой скоростью. Это винтовки, которые стреляют пулей на скорости в 5 и более раз превышающей скорость звука. Соперевести в простые цифры 1600-1700 метров в секунду. На данный момент винтовки конструктивно, ввиду своих особенностей, не могут стрелять пулей на такой скорости. То есть это какой-то принципиально другой принцип патрона, другой принцип оружия. Для новой винтовки создадут специальные боеприпасы. Их технические характеристики разработчики пока держат в секрете. Известно лишь, что гиперзвуковые патроны больше по размеру, чем обычные. И начинять их будут не порохом, а детонирующими веществами особого состава. В России начинается подготовка к госиспытаниям еще одного снайперского комплекса «Уголек». В винтовке ни одной импортной детали. Все комплектующие отечественного производства. Для этой стрелковой системы разработают новый порох, высокоточные прицелы, а также патроны под натовский калибр. Далее в программе. Как испытывают на прочность мобильные телефоны, бронежилеты и ракетные двигатели? Что кроме пороха кавказские воины хранили в нагрудных нашивках черкесски? Все самое интересное в «Загадках человечества» через несколько минут только на РЕН-ТВ. Ровно год назад, в марте 2020 года, НАСА объявило набор астронавтов для полета на Луну и, возможно, на Марс. Кастинг завершат в середине этого года. Кандидатам в астронавты придется учиться несколько лет. Правда, на чем они отправятся в космос, пока не ясно. Ведь ракета-носитель, сконструированная специально для полетов на Луну и Марс, испытание не прошла. Оказалось, что ее двигатели для космических полетов не годятся. Как НАСА будет решать эту проблему? И где космические аппараты проходят испытания на прочность? Огневые испытания сверхтяжелой ракеты-носителя НАСА окончились неудачей. Двигатели должны были проработать не менее восьми минут. Именно столько требуется для запуска космического корабля. Но во время тестов в центре имени Джона Стенниса все четыре агрегата остановились через минуту. Сработала система аварийного отключения. Причины, по которым отключились двигатели, пока неизвестны. Инженерам предстоит проанализировать все собранные во время испытаний данные. Не исключено, что полет на Луну придется вновь отложить. Американцы планировали запустить ракету еще в 2016 году, но сроки неоднократно переносили. Самая дорогая часть любой ракеты – это двигатель. В ракетоносителях стоимость двигательных установок суммарно – это 50-60% от стоимости всей ракеты. Поэтому здесь не должно быть никаких послаблений. Здесь самые жесткие, самые дорогие испытания, самые многократные. На специальных стендах инженеры проверяют устойчивость аппаратуры к воздействию космической радиации, вакуума, вибраций, резких перепадов температур. Особое внимание уделяют тестам скафандров, которые предназначены для работы в открытом космосе. Одна из самых удачных конструкций у скафандра «Орлан». Обратите внимание, сбоку есть специальный рычаг. Дело в том, что такие скафандры, в чем их особое удобство, они не надеваются, космонавты в них входят. То есть нажимается рычаг в скафандры, открывается наполовину. Космонавт в него как входит и закрывает рычаг. «Орлан» разработали еще в Советском Союзе. Скафандр полностью автономный, с системой климат-контроля. Инженеры продумали все до мелочей. Например, устройство под названием «Вальсальва» позволяет космонавтам выравнивать давление в ушах. И не только. Неофициальное название «Вальсальва» – это чесалка для носа. Почему? Когда у нас с вами чешется нос, на самом деле мозг от этого отвлечься вообще не может. Мы этого не замечаем, потому что мы всегда свой нос чешем, ну хоть как. Космонавты, опять же, руку не достанут. И чтобы во время многочасового выхода в открытый космос космонавт не мучился, он чешет нос, а «Вальсальва». Во время испытаний скафандры подвергают запредельным нагрузкам. Особое внимание уделяют тестам внешней оболочки космического костюма. Надувают газом, чтобы проверить, есть какие-то дырки в нем или нет, да, и не лопнет ли ткань, тоже проверяют ее на прочность. Кидают в воду тоже, чтобы проверить, есть ли какие-то отверстия в скафандре. На этих кадрах российские видеоблогеры испытывают на прочность мобильные телефоны. Авторы популярного канала отправили под гидравлический пресс два культовых аппарата начала нулевых годов. А этот китайский рыболов решил испытать на прочность свои снасти. Удочки оказались на редкость крепкими. Похожим тестам подвергают снасти и сами производители, перед запуском продукции на конвейер. Еще один распространенный метод проверки на прочность – так называемый краш-тест с метра. Так обычно испытывают электронику, поскольку при неосторожном обращении гаджеты чаще всего падают именно с этой высоты. Берется изделие, ну, как какой-то, например, компьютер или какая-то бытовая техника, и сбрасывается с высоты метр, и смотрится, какие разрушения при этом происходят. А так проходят испытания бронежилетов. Снаряжение бойцов спецназа тестируют прямо на себе. Но до того, как бронежилет будет надет на бойца, он проходит множественные испытания стендовые, такие как отдельно на прочность, на устойчивость к различным агрессивным средам, на устойчивость к пулевому проникновению на стенде. С давних времен люди подвергали испытаниям на прочность не только технику, но и самих себя. В Эфиопии, например, в некоторых племенах до сих пор проводят обряд посвящения в мужчины. Чтобы юношу признали взрослым, ему нужно пробежать по спинам нескольких быков и не упасть. С первого раза получается не у всех. Зато тот, кто справился, может заводить семью. Пошел! Чтобы расширить границы человеческих возможностей, люди все чаще подвергают себя опасным испытаниям не только на земле, но и в воздухе. Полеты в Винг-Сьюте – одно из самых экстремальных увлечений последних лет. Представьте себе надувной матрас, но только с крыльями. С той формой, которая позволяет вам соблюдать законы аэродинамики, и совершать некий планирующий полет. Современные Винг-Сьюты позволяют достигать очень больших скоростей. Рекорд мира сейчас около 370 км в час. Леонид Сигалов – один из самых известных экстремалов в России. В Винг-Сьюте он летает 10 лет. По словам инструктора, для выполнения таких полетов нужна серьезная подготовка. Нельзя просто приехать на дроп-зону, одеть Винг-Сьют и выйти из самолета и полететь. Это просто нереально. Почему? Для того, чтобы начать полеты в Винг-Сьюте, необходимо иметь за плечами 200 скайдайверских прыжков. Сегодня возможностей проверить себя на высоте становится все больше. Недавно экстремалы на реактивных крыльях совершили серию впечатляющих полетов рядом с крупнейшим коммерческим авиалайнером в мире. Впрочем, некоторые предпочитают забираться ввысь без всяких приспособлений. Это руферы – покорители крыш высотных зданий. И мы, как правило, смотрим на руферов, как на некоторые, я не знаю, то ли это молодость бурлит в ребятах, вещь весьма опасная. И главное, никакой страховки у людей нет. Для меня остается загадкой, что движет этими молодыми ребятами и девчонками, которые лезут на крыши и пытаются, не знаю, что-то, доказывают ли они, что это либо себе, либо всему другому миру. Неверная оценка своих возможностей нередко приводит к печальному результату. Так известный в Китае руфер У Юнин погиб, сорвавшись с крыши небоскреба. Парашютист Александр Полли стал знаменитым после скоростного полета через небольшую дыру в скале. Но спустя пару лет Полли разбился во французских Альпах. Он разбился при столкновении с деревом, и в этом полете он совершал бочки и штопоры, порк-коркскрю, так называемый элемент. Вы представляете, то есть в небе-то это достаточно сложно, то есть не каждый винг-сюд-пилот этот может. Но чужие неудачи не останавливают все новых и новых смельчаков. В декабре 2020 года французский нейробиолог Ромен Вандендорп побил мировой рекорд пребывания во льду. В стеклянной емкости, засыпанной кубиками льда, он простоял 2 часа 35 минут и 43 секунды. Это почти на 43 минуты больше предыдущего достижения, установленного китайцем Цзинь Цунь Чао. Далее в программе. Один в городе. Зачем американец купил заброшенный шахтерский поселок? Почему Николай II в самые важные моменты жизни надевал черкеску? И как медиамагнат Роберт Максвелл работал на спецслужбы сразу пяти стран? Все самое интересное через несколько минут только на РЕН-ТВ. Это газыри. Важный элемент национального костюма многих кавказских народов. По сути, это небольшой пенал, обшитый тканью. Газыри носили в кармане или нашивали на одежду, как правило, на кафтан. А хранили в них пули и порох. Похожие патронташи использовали мушкетеры во Франции и стрельцы на Руси. Почему газыри были незаменимы в горных боях? И что еще, кроме пороха, в них хранили? Эту фотографию сделали в Тобольске во время ссылки отрекшегося от престола Николая II. Император одет в Черкесску. Распашной кавказский кафтан без воротника. В моем кабинете у дочерей и в зале очень холодно. Поэтому днем и до ночи сижу в Черкесске Пластунской. Слово «черкеска» мы примерно знаем с 18 века в источниках. Черкеска, то есть одежда черкесского покрова. От слова «черкеса» и жителей Кавказа. По сути, это кафтан, длиннополый кафтан с открытой грудью. Застегивался он, как правило, на крючки, а не на пуговицы. Под открытую грудь одевалась такая рубаха, называлась она «бешмет» по-кавказски. Черкеска идеально подходила для верховой езды, передвижения по горным тропам, перехода вброд небольших речек. Кафтан горцев был продуман до мелочей. Темные цвета сукна для маскировки. Длина немного ниже колен, чтобы согревать ноги всадника. Широкие короткие рукава для маневренности в бою. А пряжка ремня служила кресалом для высекания огня. Но как и для чего появился самый узнаваемый элемент черкесски – газыри? Если мы посмотрим более раннего периода фотографии, то обязательно увидим, что в этих пороховницах находилась вот эта полая часть, в нее насыпался порох, и в ощеной тканью все это закрывалось. Позже появляется вот такой предмет – газыри. Мы видим, что он двусторонний, он продолжает быть функциональным, он полый. Верхняя часть костяная, нижняя тоже, но верхняя – парадная, нижняя – боевая. Газырь или хазыр в переводе с арабского означает «готовый». В этих нашивках кавказские воины хранили порох или бумажные патроны. Газыри появились на Северном Кавказе в 16-17 веках вместе с огнестрельным оружием. Сначала порох носили в кожаных сумках-патронташах, которые надевали на плечо или крепили к поясу. Каждая трубочка с зарядом помещалась в отдельном кармашке такой сумки. Но из-за кочевого образа жизни джигиту приходилось держать при себе много нужных вещей, в основном на поясе. И такое расположение патронташа было неудобным. Поэтому вскоре появились чехлы-газырницы. Дешевый газырь имел два костяных наконечника, черный и белый. Почему? Это тоже для удобства. Если черкесская темная, на ней белые наконечники красиво, да? А если она, наоборот, светлая, на ней перевернули и черные. Потом для украшения богатых черкесских праздничных делали серебряные, даже золотые, с очень красивой травировкой газыри. Иногда делалось такое вот крепление, и к каждой головке газыря шла цепочка, чтобы он еще как-то потерялся. Газыри изготавливали из слоновой кости, тростника, дерева. Парадные из серебра служили не только патронташем, но и украшением наряда. Их нашивали симметрично по обе стороны от застежки. Мало кто знает, что газыри крепили под особым углом, и в бою они были дополнительной защитой от удара шашкой. Всего на Черкесске могло быть от 16 до 24 таких чехлов. Самодельные и дорогие газыри объединяло одно качество – герметичность. Порох в такой емкости не намокал ни при каких условиях. Насколько я держал подлинный газырей, это вот такой вот флакончик, да, и достаточно плотной пробкой. В общем-то, надежная. Появлению газырей способствовало широкое распространение огнестрельного оружия с ударно-спусковым механизмом нового типа. Убойная сила винтовок увеличилась, но возникла неожиданная проблема. Количество пороха для каждого выстрела нужно было отмерять очень точно. Даже небольшая погрешность могла обернуться против стрелка. Эмпирическим пришли, это там проб и ошибок, к необходимой дозе пороха, которая может вытолкнуть эту пулу и послать ее на определенное расстояние. Как человек в полевых условиях, в отсутствии весов, все это намерит, чтобы если мало, то пули не полетит, если много, то можно ствол разорвать. В газыряне делались меры пороха, но где держать эти заряды? Вот она в газырях мера пороха, вот она здесь. Все очень просто, насыпало не путаешь. Невероятно, но историки считают, что традиция крепить пороховницы на грудь появилась именно на Северном Кавказе. У горцев этот элемент одежды позаимствовали казаки. Казаки, придя на Кавказ, став местными жителями, переняли очень много обычаев от местных народов, и вот Черкеска пришла тоже таким образом, и газыри тоже. Казачью форму с новым элементом официально утвердили на государственном уровне. По свидетельствам современников, последнему российскому императору очень нравилось щеголять в Черкеске. Правда, газыри на костюме августейшей особы носили чисто декоративный характер. И даже отречение от престола в вагоне Николай II подписал, будучи серой черкесским полевой. Это не случайно. Дело в том, что с 19 века личной охраной царя занималась элитная часть собственной его величества конвой, который состоял изначально из казаков кубанских и терских, а также в нем в разное время были представители знати различных горских и кавказских народов. Соответственно, одежда была кавказская, свята черкеская, и государь, как непосредственно шеф и руководитель конвоя, ему и предназначался его семье, он любил появляться в Черкесске тоже. Бывалые бойцы хранили в газырях не только порох. В крайних ячейках держали сухие щепки для растопки костра, а в одном из газырей лежал запас еды на несколько дней. Кавказские воины задолго до появления концентрированных бульонных кубиков научились готовить смесь из перетертого и прессованного пшена, мяса и специй. За несколько минут из нее можно было получить вкусный и питательный мясной суп. Американец Брэнд Андервуд купил заброшенный шахтерский город и прожил там в одиночестве полгода. За это время мужчина успел восстановить часть построек и возвращаться к цивилизации уже не хочет. Обшельник надеется превратить город-призрак в туристическую достопримечательность и возместить хотя бы часть своих расходов. Брэнд потратил все сбережения, почти полтора миллиона долларов. Не пожалел ли бывший миллионер о своем решении? И как он обходится без общения благ цивилизации и интернета? Город смерти и вдов. Так раньше называли американский город Деламар. Сегодня от него остались одни руины, а всего столетия назад он был одним из крупнейших поселений штата Невада. Здесь добывали золото из кварцитовых скал. Кварцевый песок, оседая в легких, убивал старателей. Количество смертей зашкаливало. Вскоре шахты закрыли, а все жители покинули Деламар. В наши дни руины поселения исследуют туристы. У таких городов-призраков всегда есть история. И это история с мистической составляющей. Людей мистика интересует с древних времен. И, соответственно, вот эти города-призраки, в которых есть свои вот эти страшные тайны и легенды, они притягивают умы простых людей. И они ездят, снимают об этом блоги, снимают об этом фильмы, сюжеты и, собственно, популяризируют эту тему в массы. Со времен золотой лихорадки в США осталось несколько сотен заброшенных поселений. В большинстве из них даже в эпоху расцвета проживало не более тысячи человек. Существование таких городков целиком зависело от выработки рудника. В Соединенных Штатах Америки очень много заброшенных городов-призраков. В свое время там разрабатывали серебряные, золотые или иные рудники. Города были обжиты, но потом, когда рудник, допустим, иссякал, эти города были покинуты. На севере страны оставленные поселки быстро превращались в руины. Деревянные дома ветшали от холода и сырости. Зато в южных штатах небольшие города-призраки сохранились до сих пор. И теперь они обретают новую жизнь. Для многих людей, проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, покупка так называемых городов-призраков стала неким мейнстримом. Люди считают, что это выгодный стартап, в который можно вложиться, с которого можно получать деньги. Одним из таких бизнесменов стал бренд Андервуд. Объявление о выставленном на продажу поселке-призраке Сэра Горда ему прислали друзья. Сперва он туда приехал на разведку, изучил, посмотрел. Ему все понравилось. То ли друзья его уговорили, то ли девушка. В общем, он залез в безумные долги и все-таки купил данный город. Ключи от города-призрака, где сохранились 22 дома, обошлись новому владельцу в 100 миллионов в пересчете на рубли. Но чтобы превратить Сэра Горда в туристический центр, необходимо все отреставрировать. Денег у Брента больше не было, и он решил отстраивать поселок самостоятельно. Однажды в этом городе выпало так много снега, что владелец просто не смог оттуда уехать, и в течение практически полутора месяцев вынужден был находиться только там. Ему настолько это понравилось, что он отбросил в сторону все свои старые планы насчет туризма и решил это сделать своим домом. Просто жить там постоянно в этом городе. Бренту пришлось расстаться со своей девушкой. Она отказалась переезжать в место, где нет ни работающего водопровода, ни канализации. Зато в пандемию молодой человек чувствовал себя в абсолютной безопасности. Он жил совсем один и весь прошлый год исследовал постройки. Брент выяснил, что городок был достаточно криминальным. В этом местечке частенько возникали перестрелки. Говорят, что те люди, сотрудники, которые жили в этом городке, обкладывались мешками с песком для того, чтобы их ночью случайно не убили. Говорят, что до сих пор на полу и на некоторых местах в домах есть запекшиеся места с кровью. После года, проведенного в городе призраки, Брент все же решил подключить спутниковый интернет. Сейчас он зарабатывает тем, что рассказывает о своей жизни в соцсетях. Недавно молодой человек обнаружил в поселке Библию 1875 года издание и консервы, оставленные последними обитателями сэра Горда в середине прошлого века. Брент находится в восторге от своего новоиспеченного жилища, потому что, по сути, это капсула времени. Все в нем напоминает эпоху вот этого середины 19 века. И Брент мечтает вдохнуть в него новую жизнь, то есть опять сделать его живым. Тем более удачные примеры таких метаморфоз присутствуют в современной Америке. Один из таких примеров – город Боди в горах Сьерра-Невада. В середине 19 века тут нашли крупное месторождение золота. Поселок быстро разросся. На его территории возвели церковь, построили школу, открыли магазины, банки, казино. Там появился свой Чайна-таун и квартал красных фонарей. Но самым уникальным объектом стала гидроэлектростанция. Невероятное достижение технического прогресса того времени. Но благополучным Боди оставался только пару десятилетий. Золотоносное жило быстро истощилось. В свое время это был центр золотоискания Америки, который населял много тысячное количество жителей. Работало множество салонов, была развита преступность. То есть все атрибуты такой американской жизни середины 19 века там присутствовали. Потом город пришел в запустение в связи с тем, что запасы золота истощились, упала мировая цена на него, и город стали люди покидать. Большинство личных вещей и мебели жители бросили в своих домах. В магазинах остался нераспроданный товар. Вывозить все это было слишком дорого. Лишь спустя столетия власти штата придумали, как возродить город-призрак. Боди объявили национальным парком и стали брать с туристов деньги за его посещение. Было вложено безумное количество денег для того, чтобы этот парк функционировал. И сейчас это одно из самых популярных мест Соединенных Штатов Америки, куда люди едут для того, чтобы погулять там с детьми, рассказать им об истории Америки. И, собственно, вот вам яркий пример того, как можно вот на таком вот пространстве заработать прилично денег. Сейчас Боди посещает около 200 тысяч туристов ежегодно. У американцев такие достопримечательности пользуются популярностью, ведь это самый интересный способ изучения истории. Далее в программе. За что медиамагната Роберта Максвелла прозвали величайшим шпионом 20 века и как он повлиял на ход истории. В эфире «Загадки человечества». Вернемся через несколько минут. В США арестовали звезду светского Нью-Йорка Гелейн Максвелл, бывшую подругу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году его обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он покончил с собой в тюрьме. По версии следствия, Максвелл была пособницей Эпштейна. Она подыскивала для него девушек младше 18 лет. Гелейн – дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире. У него была репутация кутилы и сумасброда. Он дружил с Брежневым и другими мировыми лидерами. Но самое интересное. До сих пор ходят слухи, что Максвелл был одним из величайших шпионов 20 века, причем сразу пяти стран. Правда ли это? И если да, то как Роберт Максвелл повлиял на ход истории? Максвелл умер в море. Загадочная смерть медиамагната. Тело издателя нашли у побережья Канарских островов. С такими заголовками вышли крупнейшие мировые газеты 5 ноября 1991 года. Новость о гибели Роберта Максвелла стала сенсацией. 68-летний владелец телеканалов, радиостанций и газет погиб при загадочных обстоятельствах. Он отдыхал на своей яхте где-то у Канара. И ночью там вышел вроде подышать свежим воздухом и пропал. На утро его нашли где-то тело там. Сначала считали, что это сердечный приступ, хотя он был здоровый человек, очень на сердце не жаловался. Потом там нашли спасателей, когда внимательнее, кровоподтеки. Ну и пошла версия, что его убили. После гибели Максвелла начали всплывать любопытные подробности его биографии. Оказалось, что он вовсе не Роберт и не Максвелл. По словам историков спецслужб, настоящее имя медиамагната Хаим Кох. В начале 90-х обозреватель крупного советского издания Евгений Черных часто писал статьи о жизни загадочного медиамагната. Он родился на территории нынешней Украины. Тогда это была Чехословакия, Подкарпатская Русь. Он был еврей, подпольщик. Там имен у него был не счесть, сколько было на самом деле. И Роберт Максвелл – это уже его последнее официальное. Когда в 1939 году Чехословакию оккупировали нацисты, Хох взял себе новое имя – Ян Людвиг. Юноша вступил в подпольную организацию, которая нелегально переправляла молодежь из Чехословакии во Францию. После того, как подпольщиков рассекретили, Ян Людвиг сбежал в Алеппо – сирийский город, принадлежавший в то время Франции. Там он снова сменил имя и вступил во французский иностранный легион. Там, где солдаты удачи, так называемые, наемники служат, в разные точки планеты их отправляют. Это такой легендарный даже легион. Ну и потом его отправили во Францию, война шла. С началом Второй мировой Максвелл записался добровольцем в британскую армию. Там авантюрист в очередной раз поменял имя и стал Лесли Дю Мария. Молодой человек участвовал в сражениях по всей Европе, от Нормандии до Берлина. Получил военный крест из рук маршала Монтгомери. По одной из версий, награду ему вручили за героизм при штурме немецкого пулеметного гнезда в 1945-м. По другой – признание от фельдмаршала британской армии Лесли получил за успешную работу на английскую разведку. Он был переводчик. Допрашивали там немцев пленных, допрашивали людей, которые просто перемещенных, которые с восточной зоны переходили туда, на запад. Ну, работы было масса там, а он знал все языки. Ну, основные европейские языки, даже венгерский знал, там, чешский, словацкий. Все это он знал, и поэтому он был хорошей находкой для МИ-6. После войны Лесли Дюмарье сменил имя в последний раз и стал Робертом Максвеллом. В 1945 году он начал искать своих родственников из Чехословакии. На тот момент закарпатские территории страны уже стали частью СССР, и Максвеллу пришлось обратиться за помощью к советским военным в Германии. Он узнал, что его родители погибли в нацистских лагерях, и познакомился с представителями НКВД, которые якобы завербовали его для переброски советских агентов на вражескую территорию. Но главной разведкой, на которую работал Максвелл, стал Моссад. Еще в начале Второй мировой войны молодого человека зачислили в сианистскую подпольную организацию Иргон. Еще Израиля самого не было, а было сианистское движение мощное, где они уже готовили тот же будущий премьер Ицхак Рабин. Он как раз готовил молодежь, которая должна будет защищать будущую страну, от арабов. Там они тренировались, и он туда в этих лагерях был, тренировался, там, подрывное дело и прочее. Готовился защищать. Кровопролитная война между иудейским народом и арабским миром началась в 1947 году, после того, как ООН приняла резолюцию о разделе Палестины. На ее территории должны были появиться два независимых государства – еврейское и арабское, а также Большой Иерусалим под контрольной организацией объединенных наций. Тель-Авив согласился на раздел, а арабы его признавать отказались. В итоге Египет, Сирия, Ливан, Транс-Иордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен ввели в Палестину войска. Израиль смог отразить нападение не без помощи Максвелла. Его официально заслуга, никто это не скрывал, что когда началась Арабо-Первая Израильская война, и оружие не дал ни Сталин Израилю, ни Америка, боясь потерять нефть арабскую, и он договорился со своими чешскими друзьями, и оттуда, из Чехословакии, пошло оружие и стрелковое, и танки, и все. На поставках оружия Максвелл сколотил состояние, и на эти деньги открыл издательство научной литературы. Он входил в доверие к тогдашнему руководству социалистических стран. Это касалось и Эриха Хонекера, руководителя ГДР, это касалось Тодора Живкова, руководителя Болгарии. Он общался с Дэн Сиаупином, с Горбачевым, с Брежневым, и предлагал свои услуги, услуги, связанные с распространением печатных изданий, предположим, советских, за рубежом. С Леонидом Брежневым Максвелл познакомился после Пражской весны. В 1968 году бизнесмен поддержал ввод советских войск в Чехословакию. Советский генсек немедленно пригласил Максвелла на встречу. Разговор проходил за закрытыми дверями, без протокола и переводчиков. После этого книги Брежнева начали издавать за рубежом, а встречи с Максвеллом стали регулярными. У них было много общего, сибориты, любили выпить, любили женщин, любили автомобили, охоту любили. Ну, брали от жизни всю. И поэтому они могли, он знал прекрасно русский язык, Максвелл, могли разговаривать спокойно, свободно, вдвоем, на разные темы. По одной из версий, все детали разговоров с Брежневым Максвелл передавал спецслужбам Британии, США и Израиля. В разгар холодной войны разведчиков Ми-6, ЦРУ и МОСАДА интересовало мнение генсека СССР о политических событиях. Вроде вот по одной версии, то он был агентом, шпионом западных разведок, который в России там чего-то выяснял, ну, политическая разведка. С другой стороны, конечно, он большую пользу принес и Москве, Кремлю, поскольку издавал огромными тиражами наших вождей книги. Но есть мнение, что Максвелл на самом деле не работал ни на одну разведку. Британский миллиардер интересовал спецслужбы только как источник политической информации, а для работы агентом Максвелл был слишком непредсказуем. Человек, который в своей биографии официально рассказывал о своей деятельности в интересах той или иной страны, причем деятельности, связанные все-таки с секретной сферой, уже не интересен разведке, у него язык без костей, он беспринципный. Это не устраивает ни одной из разведок. Он может проболтаться, он может ради сиюминутных интересов, ради собственного пиара всем все рассказать. В 80-х годах прошлого столетия Максвелл стал владельцем нескольких крупных периодических изданий и телеканалов. Газеты Максвелла издавались в 125 странах. Его состояние оценивали в 4 миллиарда фунтов стерлингов. Ну, после загадочной смерти Максвелла вдруг выяснилось, что фирма его, это колосс на длинных ногах, деньги куда-то исчезли со счетов. Обстоятельства смерти медиамагната и, возможно, шпиона нескольких спецслужб до сих пор остаются загадкой. Русский писатель Лев Толстой любил повторять. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного. Это были загадки человечества. Я Олег Шишкин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok